Запах мухи и зеленая вода. Все это канализационные стоки, которые стали повседневностью в жизни приграничного Забайкальска. Две ветви власти, районные поселковые, никаких действий не предпринимают. А заложниками ситуации становятся простые жители. Владимир Лишенко с подробностями. Хорошо, что камера не передает запахи. Дышать во дворе домов, расположенных по улице железнодорожная 23, 25 и 19, невозможно. Канализационный смрад стоит здесь давно, многие уже привыкли, но в последнее время нечистоты все настойчивые, прерываются прямо во двор. Мириться с этим уже нет сил, признаются жители тех домов. Мы уже неоднократно обращались в городское поселение Забайкальское по поводу канализационных люков, то, что нас затопляют вот эти неочистные воды. У нас дети маленькие. Мы их не можем вывести на чистый воздух, чтобы подышали. И все идет, воздух нечистый в общем. Источник зловунной реки фонтанирует прямо за оградой. Из колодца нечистоты образует целый искусственный водоем. Люди спасаются, как могут строить дамбы. Это не единственный прорыв на сетях канализации в Забайкальске. Фекалия отвоевывает новые площади прямо в центре поселка. Их источник – дырявые сети поликлиники. До последнего времени вопрос, кто будет ремонтировать канализацию, оставался открытым, пока в дело не вмешалась прокуратура. Мы отслеживаем данную ситуацию. Нам не подано исковое заявление в суд. Однако администрация района признала иск только после того, как стал вопрос об отключении больницы. В настоящий момент данное исковое заявление рассмотрено и удовлетворено. Пока история с канализацией, дальше решение суда не пошла. На его исполнение у районной администрации есть 30 суток. О планах ремонтных работ нам узнать не удалось от комментариев. Чиновники воздерживаются. А тем временем уже в октябре в Забайкальске будут праздновать 45-летие района. Одно из мест гуляний – центральная площадь. Она в 50 метрах от дурно пахнущего источника. Владимир Лишенко, Вести, Чита.